едем в саранде решили заехать посмотреть что здесь вообще есть а вот и здесь вдоль пляжей все застрой на отеле полностью здесь нет свободного места совершенно одни сплошные отеля 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 да привет греции сейчас наверно эти телефоны а у меня режим полета перенастроиться быстренько где-то здесь уже начинается ионическое море и ионическое и я не они честно как ионическое море то здесь начинать здесь заканчивается как она подсказывает адриатическое заканчивается и начинается ионическое в албании мне очень нравится вот такая вот тема где захотел тому встал и как хотите объезжайте разъезжаетесь то есть вообще пофигу заехали к самим это вот обычная маленькие отельчики понастроены по обеим сторонам как бы дороги да и куча всяких закусочных кафешек и маленьких магазинчиков 1 парковка уже платных и чешек вот еще парковка очень куча машин куча народу вместо чтобы припарковаться нету а зато берут деньги за парковку и и и и и и и и это был самый-самый-самый центр то есть это мы показали вам сам сам учащую туризма почему в албании всегда заезд на пляж похож на заезд на какую-то помойку вот вообще ну просто куда не указан туда ехать на а куда указан там значит бабки стрелять значит поставили мы машинку в конце этой дорожки ехать здесь мы не решились потому что здесь нет покрытия только вот одна такая вот непонятно местная щебенка идем по этой дорожке в надежде что там в конце этой дорожке будет место для купания вот ну и заодно разведаем заодно разведаем и посмотрим вообще что здесь есть интересного вокруг ксамиля вот если посмотреть отсюда вот он ксамиль вот он открывается замечательный вид на ксамиль отсюда и вот смотрите островки вот они раз два вот они три четыре там это это вот самое место во всех рекламных проспектах албании рекламируется как местные мальдивы вот пока что я мальдивов не обнаружил вот но вот места вообще красивые пляжики такие красивые но все нормальненько пойдем дальше не знаю что это обозначает то ли натуральные пляжи то ли пляжи для натуралов но пойдем посмотрим пришли мы в одно из видимых таких мест которые были видны с дороги я решил спуститься посмотреть что здесь за пляж здесь оказывается вот такой вот пляж смотрите очень место напоминает знаете как хорватии малинска мы были в парк холодного там точно такие же скалы и там на таких скалах сделан неплохой пляж был а это у нас саранда вот а вот затем вот выступом мы были сегодня уехали вот за за этим выступом идет яхта плывет мы были вот там четыре дня или пять а вода там интересный такой пляж интересная такая порода вообще интересно здесь люди вообще купаются вот такой вот он прям прям такой пляж 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 скалы 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 вот такие вот здесь пляжики и чем дальше будете заходить за этот вот мыс тем больше будет таких вот пляжиков я посмотрел по карте а это греция вот она рукой подать здесь пару километров наверное вот она греция с широченными пляжами с пустынными вот такие здесь белые камни на пляже перемешку с ракушками вот такие маленькие здесь ракушечки а вот и не в принципе все камушки с ракушками перемешкой вот и такие вот скалы из белого камня поэтому скорее всего здесь и солнечную погоду и вода кажется лазурный потому что здесь как бы такая порода что она не пачкается и поэтому водичка здесь всегда чистая вот ну и видно что здесь вода прозрачная смотрите умеете какая прозрачная дно белая камни на дне белой вода кажется лазурный по ходу навигатор говорил происходит расчет пути навигатор по ходу говорил что это запретная зона потому что здесь он какой-то радар стоит по ходу это бывшая военная часть а теперь да так что была одна вот по ходу это бывшая военной части теперь просто открыли движение хотя хрен его знает что тут сейчас посмотрим так виды красивые ну да вот территория какая-то по ходу и ворота главный так происходит расчет пути умы через 300 метров направо ну сейчас приедем если там скажут что нельзя развернемся уедем но он лишь ездит эти машины по ходу можно на финишной прямой потому что уже вот рядом море навстречу попалась две машины значит принципе значит это принципе дорога как бы но по дороге люди ездят раз машины попадаются но вот навигатор говорит что путь нифига не найден опа там куда да вперед проедем посмотрим вот одна парковка посмотрим что там будет дальше и там найдем где по свободнее ходим посмотрим что там за пляжик можно даже вдоль этой вот стенки припарковаться ну короче автодомов здесь я не вижу походу здесь только приезжают сюда на день оля говорит если бы мне навигатор не сказал что здесь запретная зона андрей бы сюда не поехал типа специально поехали прокатились в запретную зону вот такой здесь уютненький пляжик с видом на греческий остров на пляже есть пиццерия вот с такими ценниками начинается от 500 и заканчивается тысячи здесь получается тихий пляж видимо с детьми вот так он идет 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 и переходит уже в тот пляж где происходит тусовка вот отсюда вообще классно виден остров греческий смотрите там виллы тоже целые комплексы вилл да здесь вообще такое маленькое расстояние прикольно и вот он остров он такой буковка г вот так идет сюда сразу думаешь пахнет грецией запах греции вот такое интересное место здесь мы нашли ну да первый раз мы в албаню встретили цивилизацию ну да прикольно они стоят по всему побережью и народ в них просто лежит и оттягивается и эти кровати как бы еще есть такой балкон с сеткой и сетка прям висит над водой вообще супер координаты этого места я оставлю под видео вот если кому интересно переходите смотрите прикольное местечко вот стоит в албаню себе если вы едете без животных там без собак без кошек без всего то вот сюда приехать здесь можно потусить прикольное место на этом пати пляже мы решили не оставаться на ночь и вернулись обратно в город Ксамиль и начиная к Самиле в сторону Саранды мы решили исследовать пляжи на предмет ночевки и дальше на видео вы увидите что у нас из этого получилось небо вот такое вот с тучками сейчас надо побыстрее найти на местечко где будем ночевать вот уже начинается темнеть а еще если например еще пойдет дождь будет вообще фонтан короче ехали на еще одно место и решили сначала пробежаться и посмотреть дорогу оставили здесь машину подперли камушками и пошли разведуем что там внизу есть вот такая здесь высота и смотрите какая красивая водичка там классная и вот такой сегодня закат уже солнышко вот садится вот там сейчас посмотрим что здесь за дорога скорее всего мы туда не поедем потому что мы не думали что здесь такая вот дорога ну да здесь вот такая кафешка и вот такая вот парковка ну прикольно ничего не могу сказать прикольно да хотели спуститься вниз но Оля говорит давай не поедем такая вот дорога в принципе не очень такая опасная но вот она вот здесь боится вот повернуть в принципе ничего сложного нету но вот этот поворот слишком такой резкий поэтому она боится это в принципе место нормально самостоятельно на своей машине на этот пляж мы спускаться не стали но благодаря интернету мы все-таки посмотрим какая дорога идет на пляж и вообще что представляет из себя этот пляж и и и и и и и и будем разворачиваться поедем куда-нибудь еще все эти точки я оставлю как бы под видео да если кому интересно но все точки на которых мы нам удалось люди побывать для которой мы засняли в это видео я все эти точки укажу под видео описание вот так ну да с координат этих ключ в албане есть такие места где до сих пор нет мост мостов через реку и машина переправляет таким способом и находятся смельчаки которые которые прыгают прям внутрь нереальное место я даже слов не могу подобрать более просто обалденно смотрите какие прикольные собачки тут бегают блин а жалко вообще вот там есть одна купильня и вот там и народ вот на этой мостики фоткается прикольный мостик чуть-чуть сейчас вниз но он где-то здесь